Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии для вас работает Сергей Уланов и Айнура Дусумова. И в начале выпуска коротко о главном. Лишь 20% новорожденных с пороком сердца получают помощь в Казахстане. Наши столичные корреспонденты об этом подробнее. Терпению пришел конец. Сегодня возле областного Акимата водитель припарковался прямо у главного входа областного Акимата. Только 20% новорожденных с пороком сердца получают помощь в Казахстане. Этот вопрос рассматривался на конференции в Астане. Ведь в стране ежегодно 2500 детей рождаются с врожденными пороками сердца. Выходит, что ежегодно необходимо выполнять столько же операций. При этом 40% нуждаются в проведении операций на первом году жизни. Причем половине из них необходимо провести такую операцию в период первого месяца. Подробнее в сюжете Бауржанша Ахмеда. Ежегодно государство выделяет более 150 миллионов долларов США на лечение взрослых и детей. Но этой суммы недостаточно. Стоимость операции от 5 до 10 тысяч долларов США. В большинстве казахстанских больниц с квалифицированным персоналом не хватает соответствующего современного оборудования для подобных операций. Но если детей не оперировать вовремя, то 90% из них умирает, даже не дожив до года. Потребность еще, к сожалению, у нас большая в проведении таких операций. То есть, если в целом потребность по детям у нас сейчас удовлетворена на 80 где-то процентов, то по новорожденным только где-то на 20%. То есть, в этом плане нужно развиваться. Чем меньше ребенок, чем меньше времени прошло от рождения ребенка с вожденным пороком сердца, я имею в виду, тем сложнее операция, тем нужно больше усилий, больше денег для того, чтобы такую операцию выполнить. Оперативным лечением детей с пороками сердца в Казахстане занимается несколько центров. Однако этого недостаточно. В результате многие родители вынуждены везти своих больных детей в зарубежные клиники, что, с одной стороны, гарантирует выздоровление, но, с другой, сопряжено с высокими рисками для малышей и большими финансовыми затратами. Но главное, тут необходимо поставить вовремя правильный диагноз. Дети часто умирают от врожденных пороков сердца. Но если им вовремя эти пороки не выставляют, если диагноз такой не ставят, то они умирают, например, от пневмонии, от какой-то инфекции. Но на самом деле основная у них проблема – это врожденный порок сердца. Во всем цивилизованном мире врожденный порок не является приговором. В то же время в Казахстане мало клиник, в которых можно оперировать детей весом до 15 килограммов. А ребенок с пороком сердца такой вес набирает только к 3 годам жизни. А до этого возраста доживают немногие. Зато после операции ребенок может вести абсолютно здоровый образ жизни и даже заниматься спортом. Боржан Шайхмед, организат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. МИД сообщил, во сколько обойдется создание банка низкообогащенного урана в Казахстане. Он усложнит для стран возможность тайно обзавестись ядерным оружием путем контроля доступа к топливу для ядерных реакторов. Таким образом, Казахстан станет подспорьем для мирового сообщества в борьбе за нераспространение ядерного оружия. Банк будет расположен в Ульбинском металлургическом заводе в Усть-Каменогорске. Здесь будет храниться около 60 тонн низкообогащенного урана в газообразной форме. Хотя, по мнению критика, в Усть-Каменогорске уже и без того стоит ряд экологических проблем. В городе сконцентрировано индустриальное производство и наблюдается самое высокое интенсивное загрязнение окружающей среды. Стоит отметить, что ни одна другая страна не рискнула выдвинуть свою кандидатуру, в том числе ближайший союзник США и подходящий кандидат для проекта Канада. Проект финансируется за счет стран-доноров. Создан фонд порядка 150 миллионов долларов. На эти деньги будет закуплен материал, осуществлена транспортировка. Казахстан предоставляет только свою площадь. Это такая своеобразная банковская ячейка, но платить за ее использование МАГАТЭ не будет. 50 миллионов внесли в Соединенные Штаты Америки, 49,5 миллионов долларов. 50 миллионов это внес в фонд по сокращению ядерной угрозы общественной организации, не правительство США. Кроме этого, по 10 миллионов внесли правительство Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта. 5 миллионов долларов внесло правительство Норвегии. С казахстанской стороны будет вклад чисто натурный. Это обеспечение хранения 60 цилиндров с гексавторитом урана. В Акимате области состоялось заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана. На совещании обсудили вопросы развития малого и среднего бизнеса, развития государственного языка, военно-патриотического воспитания молодежи. Аким области Нурлан Ногаев отметил, что чиновники в ответе за статус казахского языка. Подробнее расскажет наш корреспондент. Говоря о развитии государственного языка, глава региона отметил, что его изучение – это выражение гражданской позиции для каждого из нас. Также Аким отчитал заместителя Акима города Марса Сатабалдиева, который зачитывал доклад на казахском языке. Ощущение, что вы читали – набор слов. Вы являетесь носителем казахского языка, и ответственность за его продвижение лежит в первую очередь на нас, казахах. Вы курируете вопросы идеологической политики. Все нужно начинать с себя. На встрече было отмечено, что в этом году в городе в первый класс пойдет 10 899 детей, и 7 849 из них выбрали школы с казахским языком обучения. Сегодняшняя тема языковой барьер, язык, изучение казахского языка – это главный вопрос. Но никому, никто не запрещает знать и других языков. Чем больше мы будем знать языка, тем мы будем богаче. На совещании также были заслушаны доклады членов Ассамблей народа Казахстана и этнокультурных объединений. Перед каждым из них стоит важная задача – укрепление мира и согласия в стране. Руководители национально-культурных центров выражали пожелание учиться самим и членам своих этнокультурных центров нашему государственному языку, казахскому языку. Это отрадно, конечно, но в то же время было отмечено о том, что, конечно, по разным положениям или на каком-то уровне какие-то документы имеются, которые запрещают кроме государственных служащих другие категории граждан обучать языку. Это на сегодняшний день, я считаю, тоже ненормальным. И то, что сегодня под руководством Акима области были даны соответствующие поручения руководителям, заместителям Акима области, рассмотреть эти вопросы, чтобы именно действительно все, кто желает обучаться государственному языку, были созданы условия. Роман Копняев, Айбулат, Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Накипело. В Уральске перед входом в Акимат Западно-Казахстанской области остановился автомобиль Volkswagen Touareg с надписью «Бензина нет». Водитель Даниар Джумабаев заявил, что таким способом он выразил свое отношение к ситуации на рынке ГСМ. В городе до сих пор наблюдается дефицит бензина. С возмущенным водителем пообщался Роман Копняев. К месту акции сразу же подъехали сотрудники полиции. Они попытались уговорить водителя отогнать свой автомобиль. Он отказался выполнить просьбу полицейских из-за отсутствия бензина. И даже продемонстрировал датчик, который сигнализировал об отсутствии топлива и пустой бензобак. Я согласен, нарушил, заехал сюда. Но показать Акимату, что нет бензина в городе, они не знаю, может в другом мире живут. Бензина нет, я весь город объехал. В Акимат сразу же вызвали заместителя руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, который прокомментировал журналистам ситуацию на рынке ГСМ. Я связывался с компанией Казмана Газмедера. Они закупили достаточно большой объем топлива в России. Я думаю, в конце недели уже заработают заправки Казмана Газмедера. Они имеют наиболее большую сеть АЗС по городу и по области. Я вот только что разговаривал с представителем Казмана Газмедера. В конце недели планируют обеспечить город. А цена будет прежней? Цена остается прежней, 128 тигет. Я бы вас попросил, наоборот, чтобы вы людям объясняли, что повышение цены произошло в 128 тигет. И дальнейшего повышения не будет. По крайней мере, принижаешься в перспективе. Полицейские оштрафовали водителя на 6 МРП за езду по тротуару и вызвали эвакуатор, который вывез машину с площади перед Акиматом. Кстати, многие из горожан выразили поддержку акции. Ситуация с ГСМ, которая сейчас в городе у нас наблюдается, его заставило просто это сделать. Потому что реально мы видим, что ставят большие очередя. Это невозможно. А думаю, что бензин, он так плеской, в одной части не кончится. Он есть. Просто его держат, наверное. Это мое личное субъективное мнение. Ну и, соответственно, народ доводит. Вот у таких поступков, я думаю, что если будет такая же ситуация сохраняться, то это все будет здесь заставлено. с заявлением, в котором указаны обоснованные причины переноса срока уплаты налогов. Подсрочка может предоставляться по всем видам налогов, кроме акции за индивидуального подоходного налога, держим с источника выплаты, а также НДС, импортируемых товаров. Изменение сроков уплаты представляется в двух случаях. Это под залог имущества, либо под гарантию банка. Уже завтра вся страна отпразднует 19-летие Конституции Республики Казахстан. В честь праздника сегодня в Доме культуры молодежи собрались военнослужащие воинской части 55-17. Прошло торжественное награждение ветеранов внутренних войск. А еще совсем молодые солдаты получили свое первое воинское звание. Наш корреспондент Олег Великий побывал на мероприятии. В воинской части 55-17 всего лишь на год старше нашей Конституции. Это одна из первых воинских частей, чья задача была направлена на охрану исправительно-трудовых учреждений, а также общественного порядка. Недавно даже был случай, что офицер военной полиции, и я на обед домой спас жизнь человека. В книгах, которые были представлены сегодня на выставке, рассказывается все о нашем государстве. В торжественной обстановке были поощрены ряд офицеров, военнослужащих по контракту, а также солдаты срочной службы. Служу 8 месяцев. А вот за 8 месяцев сегодня получил воинское звание еврейта. На хорошую службу, отлично. Как концерт проходит? Концерт проходит отлично вообще. Понравилось, понравится. Спасибо за это. Конституция Казахстана утвердила желание народа к развитию демократического, светского и правового государства с высокими социальными ценностями. Поэтому можно сказать, что День Конституции Республики Казахстан – это праздник каждого гражданина нашей страны. На сегодняшний день в нашей воинской части служат более 50% офицеров военнослужащих по контракту, которые составляют основные костяки, которые служат во благо нашего общества, тишины, а также в целом нашего государства. По признанию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Конституция Казахстана есть основание свободы. Так Конституция дала народу в Казахстане самое главное – право выбора. Олег Великий, Алтымбек Маякенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Мы продолжаем наш выпуск, и вот что вы увидите далее. Ни кола, ни двора. Женщина с четырьмя малолетними детьми не знает, куда идти. Плата за мусор. В Уральске появился первый пункт по приему твердобытовых отходов. Собрали в школу. Школьные принадлежности получили дети выпускников детских домов и школы-интернатов. Сауле Жумировой и ее четырем детям негде жить. Последние несколько дней она жила на автовокзале. До того, как оказаться на улице, женщина проживала на съемной квартире. Откуда ее в очередной раз попросили. Нашей героине пыталась помочь Анна Мардвинчева. Нашей героине 39 лет. У нее четверо детей. Самый маленький сейчас находится в доме малютки. Из-за того, что им негде ночевать, она на время сдала туда своего ребенка. Выросла она в приемной семье. Но после смерти родителей, молодую, тогда еще 20-летнюю девушку, родственники обвели вокруг пальца и продали родительскую квартиру. Далее Сауле вышла замуж, родила детей. Но жить счастливо с мужем у нее так и не получилось. Он ушел к другой. Один квартир менял, второй квартир. Казаев мне выгоняет, что я дети оставляю. Вот сейчас куда пойдешь ночевать? Сейчас в данный момент я не знаю, куда идти. Сейчас я ночевала в седьмой школе, раздевалку, где рабочий снимает, раздевается. Там ночевала. Вчера, после вчера два дня там ночевала. Один день от вокзала. Казаев мне, дети, в улицу выкинул, двое детей. Двое детей. Мне есть нечем бы даже, детям кормить нечем бы. Пришла женщина Марина, она мне продукт принесла. Мы обратились в разные организации нашего города. Оказалось, что пристроить женщину с тремя детьми на временное проживание у нас в городе негде. У нас нет кризисного центра, куда могли бы обратиться женщины с похожими ситуациями, как у Сауле. Они остаются со своими проблемами один на один. Филиал демократической партии Акжол помогает ей с восстановлением нужных документов и собирает ее детей в школу. Наш филиал, со своей стороны, конечно, сразу, насколько возможно, было бы предпринял меры. Мы оказали тоже материальную помощь, чтобы они в эти дни, по крайней мере, с детьми не чувствовали себя, так сказать, такой уязвимой. А что касается перспективы, конечно, мы со своей стороны, учитывая, что работа, которая ей была предоставлена, уже объемы работы заканчивается, и как с детьми она не может с этой строительной организацией работать в районных областях. Мы постараемся ей оказать помощь в трудоустройстве. И сейчас помогаем, чтобы детей собрать в школу. Фактически, женщина сейчас живет на улице с тремя детьми и перебивается с помощью добрых людей. Кто продукты купит, кто денег даст. Кстати, у нее есть городская прописка. Она трудолюбивая, любящая мать и готова оставить город, если ей предложат работу в поселке, вместе с жильем. Для нее самое главное, чтобы дети были рядом. Анна Мордвинчева, Алтынбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Разбогатей на мусоре. В Уральске появился первый в городе пункт по приему и сортировке твердобытовых отходов. Проект осуществлен при поддержке городского акимата и общественного движения «Арман Кала». Первый пункт по приему вторичного сырья был открыт одним из частных предпринимателей. Таким образом, бизнесмены поддержали призыв общественных активистов сделать город чище. Киоск расположен на улице Аманжола в районе автобусной остановки «Юбилейная». Мусор – это в основном сейчас отходы больших картона, полиэтилена. И вот всё это перерабатывается, что именно перерабатывается, мы хотим как бы это всё принимать, убирать, то есть не засорять город. Картон по 7 тенге, 10 тенге будет приниматься, полиэтилен, пластмасса будет по 20 тенге, газеты, книги по 5 тенге. За килограмм? Да, за килограмм. Годные к переработке отходы будут собираться в специальной ёмкости и перерабатываться. Это уже второй пункт по сортировке твёрдобытовых отходов, запущенный активистами общественного движения «Арман Кала». Мы этот проект начали два месяца назад. И когда мы начинали этот проект, нас поддержали предприниматели. И в городе оказались есть предприниматели, которые принимают то же самое, твёрдобытовые отходы, только у наработанных клиентов. Но у нас зародилась идея, чтобы такие контейнера поставить именно возле домов. И как пилотный проект мы начали в Жана-Урде, потому что это новый дом, это новые семьи, чтобы они увидели этот проект, чтобы этот проект пошёл. Сейчас у жителей дома в микрорайоне Жана-Урда появилась альтернатива. Можно выбросить мусор по старинке в обычный контейнер. Но можно, приложив всего немного усилий, его разделить на пластик, полиэтилен и бумагу. Пластик отдельно, бумагу отдельно, там другое отдельно. Это очень разумно. Тара, допустим, алюминиевая из-под банок, из-под всех. Это отдельно. И для стекла ещё бы отдельно сделали, да? И для стекла ещё бы отдельно сделали. Это было вообще замечательно. Пункты по сортировке и сбору вторсырья планируются открыть и в других густонаселённых районах областного центра. Роман Копняев, Айбула, Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Палата предпринимателей Западной Казахстанской области объявляет о старте республиканского конкурса «Человек труда», призванного популяризировать рабочие профессии среди молодёжи. Об этом подробнее расскажет Аиша Киреева. Одним из главных направлений работы Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан является профориентационная работа среди молодёжи. В этой связи Департаментом развития человеческого капитала Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан совместно с Министерством образования и науки Республики Казахстан и Ассоциацией трудящихся и сельской молодёжи Казахстана инициировано и запущено масштабное мероприятие – республиканский конкурс «Человек труда». В текущем году конкурс проводится по шести номинациям. Лучший молодой работник металлургической отрасли, горно-химической отрасли, нефтегазовой отрасли, строительной отрасли, машиностроения, транспортной системы. Этот проект запускается впервые в текущем году. На следующий год планируется увеличить номинации и организовывать конкурс ежегодно. Основные критерии для участника – возраст участника до 29 лет. Стаж работы не имеет значения. Задача конкурса – найти молодых специалистов в районах и в городах области, увидеть достигнутые результаты. При оценке конкурсанта будут учитываться вклад в развитие своего предприятия, наличие поощрений за труд, дипломы, грамоты, благодарности, наличие инициативных предложений, творческих интересов, наличие образовательного уровня, стремление к его повышению, личные достижения на месте работы и качество выполнения своей работы. Для получения информации и представления документов на данный конкурс необходимо обратиться в Палату предпринимателей по адресу, указанному на телеэкране. Заявки принимаются до 10 сентября 2014 года. Аиша Киреева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Незаконно установленные шлагбаумы во дворах домов и бетонные плиты будут демонтированы. Об этом заявили в Департаменте внутренних дел. Напомним, что первыми проблему поняли сотрудники станции скорой медицинской помощи, которые не могут проехать к подъездам многоэтажных домов из-за различных преград. Жители устанавливают их безо всяких согласований, пытаясь таким образом бороться с проезжающим автотранспортом. По вопросам частных шлагбаумов и, помимо этого, бетонные плиты, это в прессе подняли справедливый вопрос. Управление административной полиции задание имеет разобраться со всеми частными шлагбаумами. У нас нет частных улиц. У нас все улицы общественного пользования. Нет частных дворов. Тоже бетонные плиты должны убрать. Завтра у кого-то жена будет рожать или сам будет сердечным приступом лежать. Экстренные службы должны проехать или пожар и так далее. Мы с этим разберемся. Светофоры являются неотъемлемой частью дороги. На сегодня по областному центру они функционируют на 49 объектах, в то время как самих трехглазых регуляторов движения 663. Но не все они нового образца. На некоторых все еще используются лампы накаливания, которые при солнцестоянии затрудняют видимость сигнала светофора и могут стать причиной ДТП. На четырех объектах областного центра на светофорах был установлен таймер обратного отчета времени. По мере поступления средств ведется замена и установка таймеров. На 13 объектах установлены звуковые сигналы для слабовидящих людей. Несмотря на то, что у нас 663 светофора, их установка все еще требуется. На сегодняшний день у нас обстановка требует установка их на пяти участках. Это у нас Жагирхана Азербайджанская, Теганнабережная, Пугачева, Шолохова, Циолковского, Курмангазы и Алмазово и проспект Досток Алмазово, Кафе Марина. Именно этих требует сейчас обстановка. Здесь, на этом участке дороги, на пресечении улиц Маметова и Петровского, установка светофора также необходима. Еще в начале текущего года было выписано предписание на его установку, но этого так и не произошло. Для того, чтобы хоть как-то облегчить проезд, был изменен режим работы другого светофора, который находится на пересечении улиц Соболева и Маметова. Сами автолюбители отмечают, что на дорогах встречаются светофоры, которые в принципе там и не нужны. А кто-то и вовсе предлагает свой вариант установки. На Гвардейской, где училище, Кожетов, там надо светофора обязательно. Там нет его, да? Да, там нет его и там проезжать очень трудно. Есть, конечно. Многие места есть, конечно. Вообще есть, конечно. Но это маленькие перекрестки в основном, где-то на... которые ракадные улицы у нас. Светофор предназначен не только для регулирования движения механических транспортных средств, а также для пешеходов на пешеходных переходах и иных участников дорожного движения. Олег Великий, Автомик Маякенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Центре социального развития Общественного объединения Западно-Казахстанского союза выпускников детских домов и школ-интернатов НУР прошла благотворительная акция «Дорога в школу». Наша съемочная группа побывала на данном мероприятии. Подробнее в сюжете. Акция прошла при поддержке Общества юридических лиц Гражданский альянс Западно-Казахстанской области с участием духовной общественности и управлением внутренней политики Западно-Казахстанской области. Ученикам начальных классов подарили школьные рюкзаки с канцелярскими товарами и одежду к школе. Главным подарком стал компьютер, подаренный к началу учебного года. Мероприятие проходило под эгидой республиканской акции, которую в свое время организовывала партия НУРУТАН. В седьмой год подряд проводится данная акция. И Общественное объединение НУРУ вышло с предложением принять участие в проведении данного мероприятия. Мы, соответственно, откликнулись. Предприниматели, вообще, можно сказать, очень просто добрые люди помогли общественному объединению приобретении школьных принадлежностей и сумок. Целью проведения акции стала поддержка выпускников детских домов и их детей, а также информирование о существующих проблемах выпускников детских домов и интернатов и привлечение общественности для поддержки социально незащищенных граждан. Мы в этой акции участвуем впервые, но в дальнейшем мы будем и дальше своих детей и выпускников помогать в этом плане, так как считаем, что это очень полезная деятельность и хорошее поспорие для родителей, которые не имеют возможности. Подобные акции, проводимые перед началом учебы, проходят ежегодно. Детям и их родителям приятно получать подарки. Помощь, оказанная спонсорами, играет немаловажную роль для того, чтобы семьям, у которых и так небольшой бюджет, не пришлось переживать по поводу дополнительных расходов. Аиша Киреева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. И на этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Мы желаем вам приятных выходных и с наступающим праздником. До встречи в следующих выпусках. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промот» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». «Промот» и «Купер». «Промот» и «Купер». «Промот» и «Купер».